Что значит, что клей Малхут распространяется, расширяется на величину отражённого света? Насколько свет приходит к Малхуту, желание получать, и желание получать преодолевает и отталкивает свет, хотя это очень приятно ему, и оно хочет, согласно своей природе, получить свет в себя, но оно преодолевает своё желание и отталкивает свет, и не хочет получать его, потому что это делает из него обратное Творцу, и тогда этот отражённый свет, который поднимается от него наверх к Творцу, это называется отражённым светом, потом он даёт ему возможность принять его в себя, в эту четвёртую стадию, в хинодалит, которая оттолкнула свет, и тогда этот свет входит в хинодалит и расширяет её, и наполняет её. Ну, когда приходит желание получать какое-то наслаждение, там, не знаю, какой-нибудь торт, например, то желание его отталкивает, оно что хочет? Любовь свою Творцу показать? Это по тому же примеру, который был у нас с гостем и хозяином, хотя гость очень хочет есть, а хозяин приготовил ему всё, что он хочет, но когда хозяин подаёт гостю угощение, гость отказывается и не хочет получать. Почему? Потому что у него есть стыд, и он останавливает гостя от получения. Или он решил, как в нашем примере здесь, что он не хочет быть гостем у хозяина, он не хочет быть получающим, не хочет отличаться от хозяина, а он хочет быть подобным хозяину, а подобным это, по крайней мере, не получать. И тогда он говорит, «Я не хочу получать». И тогда вот это его отталкивание называется отражённым светом, и вот это отталкивание приводит его в соответствии с хозяином. Хозяин не получает, и гость не получает. И после этого можно уже развить действие получения от хозяина, потому что он тогда уже не обязан, он не хочет получать. Но чтобы насладить хозяина, он пробует, пытается получить некое угощение, и тогда этим доставляет наслаждение хозяину. Так, а вот это всё-таки он просто хочет не получать, либо он всё-таки хочет проявить любовь к хозяину. Вначале он хочет не получать. Он превозмогает своё желание получать и говорит, «Я не хочу получать». Не хочу использовать своё желание. Так он отвечает хозяину. И хозяин согласен с ним. Он насильно не вталкивает в него. И затем, после того, как он отверг это угощение, он всё-таки делает расчёт. Он думает, что всё-таки хозяин хочет насладить его. И то, что он отвергает это угощение, что он делает, кроме того, что сохраняет своё достоинство, так он делает ещё худшее действие. И тогда он решает принять от хозяина, но в той мере, в которой он действительно делает хозяину одолжение. И тогда хозяин делает ему одолжение, и он делает одолжение хозяину, и тогда они приходят к соответствию, к подобию и к равенству. А как вот, когда ты решаешь принимать ради хозяина всё-таки, но только чтобы ему дать наслаждение, как вот эти два наслаждения вместе сочетаются? Что я наслаждаюсь всё-таки, но наслаждаюсь, чтобы вот он. Какое здесь преобладающее? Прежде всего, нужно убрать получение, что я не получаю ничего. И ты должен полностью выйти из этого. Абсолютно. Отсюда и до края мира. После того, как есть уже согласие с твоей стороны на твоё решение, и у хозяина уже нет выбора, он тоже это принял, тогда можно развивать отношения как между двумя равными людьми. И не важно то, что он отдаёт тебе, и не важно то, что ты получаешь от него, а вы хотите быть вместе и делать какое-то благо, какое-то одолжение друг другу. И тогда он делает это таким образом, что он даёт, а ты делаешь это таким образом, что ты получаешь. Но здесь нет разницы между получением и отдачей. Уже между вами. Потому что вы оба хотите быть равными. Оба хотят быть слитыми. Мы чувствуем это так же. Иногда мы находимся у кого-то, или кто-то находится у нас, как гость. Если я даю ему, а он получает, и я вместе с ним тоже сижу и выпиваю, и ем, это для нас уже как некая связь. И нам приятно обоим от всего происходящего. И невозможно сказать точно, кто здесь дающий, кто получающий, потому что, в общем, то угощение, которое мы предоставляем на стол между нами, это лишь возможность для того, чтобы мы связались между собой. Редактор субтитров А.Семкин